ну ты вон сколько биткоинов купил ты холдишь в этом фокус чтобы холдить фокус в осени в том чтобы холдить вечно джеки а в том чтобы не потерять битки навечно ну скажи пароль вы когда-нибудь задумывались о том что же плохого в использовании централизованных бирж бирж которые самостоятельно хранят вашу криптовалюту за вас за аргументами против использования таких бирж далеко ходить не нужно мы видели как генеральный директор южнокорейской биржи получил тюремный срок за фальсификацию объема торгов на его бирже также мы имели честь наблюдать за взломом новозеландской крипто биржи криптопия при этом взлом оказался настолько серьезным что хакеры даже спустя три недели после факта взлома продолжали выводить средства пользователей а администрация биржи потеряла доступ к своим кошелькам это всего лишь взломы фальсификации и манипуляции которые могут привести к тому что вы потеряете доступ к своей криптовалюте а задумывались ли вы о том что будет если глава криптовалютной централизованной бирже умрет да люди не вечны бывает кто-то умирает в 2013 году мэттью муди погиб в авиакатастрофе это произошло в небе над северной калифорнией его отец майкл муди потратил долгие годы пытаясь вернуть его биткоины но так и не преуспел мэттью погиб а вместе с ним погибли и его биткоины к сожалению не существует и никакого органа в которой можно было бы обратиться с просьбой получить свое крипто наследие поэтому криптовалюта погибшего сына так и останется недоступной отцу в канаде умер основатель крупнейшей крипто бирже джеральд коттен после его смерти около 26 тысяч биткоинов были потеряны навсегда а миллионы людей не могут забрать свои деньги так как бывший глава биржи не оставил ни паролей не ключей восстановления более того даже его жена тоже вовлеченная в бизнес мужа не знает ни одного ключа единственный человек знающий необходимые коды доступа скончался в возрасте 30 лет и им был джеральд коттен кстати умер он вследствие осложнений вызванных инфекционной болезнью еще в более печальном свете предстает эта новость когда мы узнаем что это произошло из-за посещения джеральдом индии в благотворительных целях в общем то таких случаев достаточно много и они безусловно указывают на очевидный недостаток как минимум централизованного контроля над кошельками которые содержат криптовалюту других людей а как максимум поднимают проблему крипто наследования к тому же затрагивается еще один болезненный аспект криптовалюты которые я думаю слишком часто игнорируется bitcoin это не причудо это технологический финансовый инструмент который продолжит доказывать свою ценность с течением времени потратьте один час чтобы оценить важность инвестиций которые вы сделали в эту новую технологию подумайте о будущей стоимости в ваших активов скорее всего эта ценность переживет и вас и ваших внуков я не хочу показаться циником а просто призываю вас создать резервный план в случае худшего сценария если у вас есть дети или другие члены семьи которым будет полезно получить ваше наследие или если вы знаете достойную благотворительную организацию или фонд который вы бы предпочли поддержать подумайте как вы должны организовать передачу своих активов им на всякий случай если вы не сделаете этого то рано или поздно ваша криптовалюта окажется навсегда потерянной хотя даже в этом есть свой плюс вы повлияете на ценность этого актива потому что его доступное предложение на рынке уменьшится меня зовут богатейший ди подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте делитесь видео с друзьями обязательно долго живите и богатейте кстати с прошедшим днем святого валентина и днем рождения ютуба ему 13 лет исполнилось такой уже взрослый успехов ему и вам до скорого ютуба ему 13 лет ютубаahren ютуба 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 ютуба